Медиапортал Islamindex.ru и компания iMedia представляют Аудиоиздание Полное толкование Священного Корана Шейха Абдурахмана Ас-Саади Сура Аль-Кияма Воскресенье Во имя Аллаха Милостивого Милосердного Сура 75, аят 1 Эта сура начинается словом «ля» — «нет», которое не использовано здесь как отрицательная частица и не является лишним заида. Оно служит вступлением для привлечения внимания к последующим откровениям. Подобный оборот часто упоминается при клятвах, и поэтому неудивительно, что сура открывается таким образом, хотя чаще всего это слово не используется для вступления. Аллах поклялся днем воскресения в подтверждение истинности воскрешения, когда усопшие восстанут из своих могил и соберутся на месте сбора в ожидании приговора своего Господа. Сура 75, аят 2 Речь идет о душах праведников и распутников. Душа человека названа попрекающей из-за своей частой изменчивости, склонности к колебаниям и отсутствия приверженности чему-то одному. А когда наступит смерть, она станет попрекать человека за совершенные им злодеяния. Что же касается правоверных, то они упрекают себя и в этом мире за свои упущения, нерадивость и небрежное отношение к своим обязанностям. Таким образом, Аллах поклялся одновременно воздаянием и тем, кто будет удостоен его. Далее он поведал о том, что часть упорствующих грешников считает день воскресения ложью. Сура 75, аят 3 Здесь имеется в виду воскрешение после смерти. Всевышний словно ответил на слова неверного, который спросил «Кто оживит кости, которые истлели?» Сура 36, аят 78 Из-за своего невежества и своей злобы он счел невероятной способность Аллаха воскресить его кости, которые представляют собой остов тела. Но Аллах опроверг это и сказал. Сура 75, аят из 4 по 6 Это означает, что Аллах в силах восстановить все части тела, поскольку если воссозданы кончики пальцев, то завершено и сотворение всего тела. Однако неверующий отрицает всемогущество Всевышнего Аллаха не по причине недостатка подтверждающих его фактов, а из-за того, что его целью является именно отрицание воскрешения, которое ожидает его. Арабское слово «явджура» – «распутничать» – означает также сознательно отрицать нечто. Сура 75, аят из 7 по 9 Когда наступит воскресенье, то замрет и закатится от ужасного страха взор, и человек перестанет моргать. Всевышний сказал, он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены, переполнены страхом и лишены всех иных чувств. Сура 14, аяты 42-43 Луна лишится своего света и владычества, а затем сойдется с солнцем. Со времен их сотворения Всевышним Аллахом они не сходились вместе, и это произойдет в день воскресения. Луна затмится, а солнце будет скручено, и они оба будут брошены в гиену, чтобы все рабы Аллаха увидели, что солнце и луна – это рабы, покорные воле Господа. Вот тогда язычники, которые поклонялись им, осознают свое глубокое заблуждение. Сура 75, аят из 10 по 12 Увидев эти сотрясения и тревожные события, человек воскликнет, где же спасение и избавление от всего, что постигло и поразило нас? Однако убежище можно будет найти только у Аллаха. Никто не сможет укрыться от Него и избежать своей участи. Все люди непременно предстанут перед Ним и получат воздаяние за свои деяния, и поэтому далее он сказал. Сура 75, аят 13 Каждый человек узнает обо всех благих и плохих деяниях, которые он совершил как в начале его жизни, так и в конце. Ему сообщат то, что он не сможет опровергнуть. Сура 75, аят 14-15 В тот день человек сам будет свидетельствовать о своих деяниях и сможет определить свой исход. Его оправдания и извинения не будут приняты. Напротив, тем самым он лишь подтвердит содеянное и сознается в этом. Поэтому Всевышний сказал, читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. Сура 17, аят 14 Даже если раб попытается отрицать содеянное или оправдаться, его отрицание и оправдание не принесут ему никакой пользы, поскольку его слух, взор и все части тела будут свидетельствовать против него, рассказывая обо всем, что он совершил. Время для покаяния уже пройдет, и от него не будет никакого прока. Поэтому Аллах сказал, в тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения или оправдания, и от них не потребуют покаяния. Сура 30, аят 57 Сура 75, аят 16-17 Когда Джибриль приносил пророку откровения, он начинал повторять его прежде, чем ангел заканчивал чтение. Из-за своего горячего желания запомнить коранические аяты, он читал их сразу вслед за Джибрилем. Аллах же запретил ему это и сказал, «Не торопись читать Коран, пока не спасла ни откровения тебе не будет завершено». Сура 20, аят 114 Ты непременно запомнишь Коран и прочтешь его людям, ибо Аллах соберет его в твоем сердце. Прежде ты опасался, что упустишь или забудешь что-либо из откровения, но теперь нет поводов для опасения, ибо Аллах обещал, что этого не произойдет». Сура 75, аяты 18-19 Когда Джибриль завершит неспослание очередного откровения, то прочти его вслед за ним, а мы разъясним тебе его смысл. Таким образом, Аллах обещал пророку сохранить как текст, так и смысл своего писания. Посланник Аллаха покорился воле своего Господа, и когда Джибриль читал ему Коран, он внимательно слушал его, а как только ангел заканчивал чтение, он повторял откровения вслед за ним. В этом откровении изложены правила поведения учащихся, которые не должны задавать вопросы, пока преподаватель не закончит объяснение темы. А когда он закончит свою речь, то учащиеся могут спросить обо всем, что им не ясно. Из него также становится ясно, что мусульманам не следует соглашаться или отвергать чьи-либо слова, не дослушав человека до конца, даже если начало речи заслуживает одобрения или порицания. Следует уяснить, насколько верны или ошибочны эти представления, и понять его слова настолько хорошо, чтобы можно было вынести о них правильное осуждение. Наряду с этим этот аят свидетельствует о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, разъяснил своим последователям не только слова божественного откровения, но и его смысл. Сура 75, аяты 20 и 21. Вы спешите обрести мирские блага, прелести и удовольствия, и отдаете этому предпочтение над последней жизнью. И потому вы пренебрегаете совершением добрых дел ради собственного счастья после смерти. Вы любите этот тленный мир, и именно это является причиной вашего пренебрежения к проповедям и наставлениям Аллаха. Мирские блага и удовольствия легкодоступны, а человек склонен любить все, что легкодоступно. Что же касается вечного блаженства в жизни будущей, то оно отсрочено до определенного срока. Поэтому вы пренебрегаете этим блаженством и отказываетесь трудиться ради него, словно вы не созданы для последней жизни, и этот мир является вашим вечным домом. Вы не жалеете своих сил ради этого приходящего мира и трудитесь во имя него днем и ночью. Истина извратилась в вашем сознании, и вы понесли великий урон. А если бы вы отдали предпочтение последней жизни и осознанно взглянули бы на исход своего пути, то непременно бы преуспели и не познали бы ни убытка, ни потерь, ни несчастье. Затем Аллах призвал людей предпочесть для себя жизнь вечную, описав положение праведников в ней и великую разницу между ними и грешниками. Аллах поведал о вознаграждении, которое ожидает тех, кто надеялся встретиться со своим Господом, и сказал. Сура 75, аяты 22-23. Лица праведников будут светлы и прекрасны, потому что их сердца обретут блаженство, а души будут переполнены радостью. Они будут лицезреть своего Господа. Среди них будут те, кто сможет видеть Аллаха каждый день утром и вечером. Другие же смогут видеть его лишь по пятницам. Они будут наслаждаться возможностью взглянуть на благородный лик Аллаха и получать удовольствие от его ослепительной и несравненной красоты. Когда они увидят лик Аллаха, то забудут об окружающем их блаженстве и получат неописуемое удовольствие. Их лица засияют и станут еще более прекрасны. Господи, сделай нас в их числе! Сура 75, аяты 24-25 Они отдали предпочтение мирской жизни, и поэтому их лица будут хмурыми и печальными, испуганными и униженными. Они поймут, что их ожидает суровое наказание и мучительная кара, и от осознания этого выражение их лиц изменится, и они станут хмурыми. Сура 75, аяты 26-27 Всевышний устрашил своих рабов и напомнил им о предсмертной агонии. Человеческая душа достигнет ключиц, то есть костей, окружающих верхние отверстия грудной полости, и тогда умирающего человека охватит печаль. Люди будут согласны прибегнуть к любому средству, которое, по их мнению, может принести умирающему исцеление и покой. Они будут просить прочесть ему заклинание или заговор, потому что лишатся надежды на его исцеление обычными способами. Но если Божьему предопределению суждено сбыться, то ничто не в силах предотвратить это. Сура 75, аят 28 Умирающему станет ясно, что настала пора расставания с этим миром. Сура 75, аят 29, 30 Несчастья соберутся воедино и плотно обступят умирающего. Наступит важнейшее событие в его жизни, и грусть станет обуревать им. Его душе будет велено покинуть тело, и она отделится от него и будет пригнана к Всевышнему Аллаху, где сознается в совершенных деяниях и получит заслуженное воздаяние. Этим напоминанием Аллах призвал людей удерживать свои души от всего, что обрекает их на погибель, и стремиться к тому, что обеспечивает им спасение. Однако упрямцы, которые противятся истине и не внимают знамением Аллаха, продолжают упорствовать в своем заблуждении и неверии. Сура 75, аят из 31 по 33 Этот грешник не веровал в Аллаха, ангелов, Писания, посланников, судный день и предопределение с его добром и злом. Он не совершал намаз и считал истину ложью. Он приступал к запреты и ослушался по велению своего Господа со спокойной душой и безо всякого страха перед Аллахом. Он был высокомерен и даже не помышлял о бедах. Сура 75, аяты с 34 по 36 Всевышний дважды пригрозил неверующим, а затем напомнил человеку о его сотворении из небытия. Неужели человек полагает, что его оставят без приказов и запретов, без вознаграждения и наказания? Это ошибочное предположение о премудром Аллахе, которому не подобает поступать таким образом. Сура 75, аят из 37 по 40 По воле Аллаха крошечная капля превратилась в сгусток крови, из которой вырос целый организм. Аллах провел человека различными стадиями, создал его совершенным и сложенным, сотворил людей мужчинами и женщинами. Разве после этого он не в состоянии воскресить мертвых? О нет, он властен над всякой вещью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok